Динамо Москва Динамо Москва Нашим краем не разочарованы? Да нет, нет, ни в коем случае. Мне все здесь нравится. Я даже сюда на время, так скажем, восстановления проекта переехал, поэтому я получаю удовольствие от временахождения здесь. То есть никаких негативных моментов сильно я тут не буду выделять вам, так скажем. Ну это здорово. А что можете сказать о развитии школы за этот год? Насколько вы продвинулись в своих целях? Естественно, когда мы открывали, были определенные планы у нас, задачи. Я скажу, мы перевыполнили эти задачи. То, что планировали одно, получилось. К счастью, наверное, для меня лично, для моих сотрудников. С опережением пошли немножко по целям. Ну, значит, делаем все правильно. Значит, есть спрос на нас. Есть то, что хотят видеть родители и дети. Мы со спокойной душой это все им даем и пытаемся помочь детям в достижении их мечты, так скажем, футбольной. Ну, а поконкретнее немного можно сказать? Ну, к примеру, получается, в августе, 28 августа ровно год должен быть. У нас уже в районе 150 человек в школе. То есть, если брать то, что мы зашли сюда почти, ну не почти, а мы зашли сюда с нуля, это неплохо. Если я не ошибаюсь, в самой академии тоже большие цифры. Поэтому вот такая Динамо, диаспора Динамо, она по Барнаулу очень сильно, даже по Алтайскому краю разрастается. И под эмблему с двумя звездочками, конечно, много детей уже приходит. Это радует, что много динамовского становится в городе. Помнится, хотели создать отдельную группу для девочек. Появилась такая? Да, были планы. Но, к сожалению, в этом году к реализации мы не приступили. Но обязательно приступим в следующем. Потому что женское направление футбола на стране, это сейчас такой прогрессивный виток. Я бы сказал, это актуально. Девочки тоже любят футбол, играют в футбол. И я лично импонирую. То есть, у нас в школе есть одна прекрасная девочка, ей, правда, еще 5 лет. Но все равно маленькая футболистка уже есть и у нас. И это классно. Мы, да, будем стараться больше выделить акцент именно на женский футбол в следующем году. Создать отдельную группу девочек, чтобы они наравне с мальчиками готовились и играли. Наверняка есть определенные сложности в работе. Вот в нашем регионе с какими трудностями вы столкнулись? Самая главная трудность – это инфраструктура. Если мы берем, к примеру, летний период, да, есть хорошие поля, есть возможность поиграть. Но, к сожалению, Алтайский край не славится долгой, хорошей погодой. То есть, здесь все-таки из-за климата прохладненько, особенно зимой, и надо уходить в закрытое помещение. У нас не так много в распоряжении залов, потому что не только мы одни здесь, в городе есть и другие спортивные школы, футбольные школы, секции. И, конечно же, им тоже нужно ютиться в этих залах. Реальному проблемам, которые выделил бы эта инфраструктура Алтайского края, то, что очень мало. Один манеж у темпа, и то, конечно же, все там не поместятся, к сожалению. Но эта проблема не тормозит развитие школы? Все-таки находите возможность, как-то изыскиваете все равно площадку? Ну, естественно, мы, так скажем, русский человек, выход должен находить везде. Поэтому мы смотрим на обстоятельства, которые перед нами есть, и мы уже ищем какой-то вариант из них выкрутиться. Поэтому, да, пытаемся, чтобы это не тормозило. Может, частично меняем как-то тренировочный процесс, чтобы дети нормально адаптировались к тому, что они не проводят полноценный цикл зимний на искусственном покрытии, на паркете, образно говоря, чтобы используем сильные стороны залов, так скажем, стараемся, по крайней мере, сделать так. Знаю, что московские футбольные клубы используют определенную методику подготовки спортсменов. Вот в чем ее суть и по истечению года, на ваш взгляд, она себя оправдала? — Суть методики, наверное, в идее работы с мячом, в идее футбола, потому что каждый клуб, он и отличается своим подходом, своей методикой. У «Динамо», так скажем, испанская методика футбола, отвечая на второй подвопрос, так скажем, я думаю, что да. Она оправдала, я лично сам замечаю, то, что некоторые уже игровые года, что у нас в Академии, они начали играть чуть-чуть другой футбол, что не может не радовать. Смотрится это все симпатично, красиво, динамично, поэтому я думаю, что да, потихонечку у нас получилось уже что-то приведено, динамовское здесь, именно что ассоциируется с Москвой. А в чем ее суть? На что акцент? Работа с мячом, сугубо говоря, это контроль мяча, тотальный контроль мяча, чтобы у соперника не было возможности этот мяч перехватить, там, моментами активный прессинг. В общем, чтобы у команды, которая работает под такой методикой, был полный контроль всей игры, благодаря как раз взаимодействиям среди футболистов, которые мы тренируем на самих тренировках. А что можете сказать о потенциале юных алтайских воспитанников? Можно ли взрастить из них звезд? Конечно, конечно. Если бы нельзя было бы, да, не выходили бы такие ленинодарные личности, как Алексей Геннадьевич Смерчин, к примеру, свежие примеры, там, Александр Соболев, Дюпин. Много-много алтайских ребят, алтайских классных футболистов, поэтому в Алтайском крае это есть, вот эта футбольная жилка, она присутствует, поэтому ее надо просто развивать, а, так скажем, люди уже готовы к этому. Наша задача только дать возможность ребенку себя проявить. Планируется ли в ближайшее время проведение просмотров в Академию Льва Яшина? Просмотры идут всегда, и не обязательно это как-то, так скажем, афишировать, да, чтобы все понимали, то есть структура «Динамо» выстроена так, то, что скаут и селекционеры из Москвы, они всегда отсматривают, они всегда на связи с местными коллегами, и поэтому, да, периодически есть транзиты детей уже из Барнаула в Москву. Для дальнейшего, так скажем, обучения. Все работает, я думаю, все классно, в этом плане упущений я лично никаких не вижу, все более чем достойно. Ну а сколько ребятишек уже продвинулись к профессиональному спорту? Точное число, знаете, я вам, наверное, не скажу, потому что процесс, он такой трудоемкий, и сначала ребенок может попасть просто на просмотр, он может там закрепиться, провести какое-то определенное количество времени, но по итогу что-то может пойти не так, он вернется, поэтому тут я не знаю, в какую ячейку его заносить, был он или не был, да. Я могу ответить просто за школу, то, что школа за этот год порядка семи человек отправила в академию, в местную, да, оттуда парни уже будут стараться добиваться попасть в Московскую. Ну, семь человек уже неплохой результат. Да, я тоже так считаю, вполне. Сколько вообще у нас филиалов Академии Льва Яшина действует в России, и вот как, на ваш взгляд, на их фоне выглядит Барнаульский? Так, филиалов у нас есть главный, главный в Москве, в Махачкале, в Владивостоке, в Воронеже и в Барнауле. И 28 школ по всей стране. Города не вспомню, честно, но уже достаточно много. Я бы не сказал, что я как-то слишком сильно следил бы за работой именно других филиалов из других регионов. Не сравнивали. Да, не сравнивал. Поэтому как-то субъективную оценку сказать по поводу именно работы как в Барнауле, а как в других регионах, я бы, наверное, не осмелился бы, да. Но я думаю, что все равно есть общий контроль, который не позволяет опуститься ниже какого-то уровня. В любом случае всегда помогут, подскажут и выровнят, потому что это единый бренд, это единая марка, которую надо поддерживать. Я уверен, что в Барнауле так и происходит. Но наши юные воспитанники, они, в принципе, участвуют в турнирах разного уровня? Конечно. Очень активно сейчас в «Динамо» проходят турниры Кубка Льва-Яшина, где как раз играют между собой все представители региональных филиалов и также москвичи. То есть ребята сразу проверяют свои силы вместе с сильными соперниками. «Динамо-Москва» – чемпионы России, чемпионы Москвы. То есть есть с кем проверить свои силы ребятам с регионов. Ну вот какие-то амбициозные планы, быть может, есть в ближайшее будущее? Вообще проект «Динамо» – это амбициозный проект, потому что никто в России такого не делает. Да, развивают школы, развивают тему франшизы, но что касается региональных филиалов, где совершенно другой уровень подготовки, это классно. Мне поэтому очень нравится, что происходит в самом «Динамо», и как они себя позиционируют, и что они вносят в развитие, я уже можно сказать, в развитие футбола в России. Не только для себя, а вообще в российского футбола. Потому что те вливания средств, так скажем, они большие, и эти деньги помогают детям, это самое главное, помогают ребятам получить свой шанс все-таки в этом олимпии футбольном уцепиться. Поэтому все классно, я только могу, там, респект сказать «Динамо», молодцы. Ну вот с точки зрения участия в турнирах, может быть, есть уже какие-то планы, завесу вы приоткроете? Участие, планы, наверное, как у всех, то, что просто активнее, чаще, больше со всеми пытаться играть и практиковаться. То есть каких-то там заоблачных турниров. Нет, я не вам, ну, пока даже на ум не могу ничего, я просто знаю то, что надо больше практики, надо больше соперников, надо, может, какие-то выезды, чтобы у детей, они, во-первых, и посмотрели там другой город, да, и они посмотрели, как играют в другом городе, в другом регионе. Ну, с другими странами пока тяжело у нас будет, но, так скажем, межрегиональный момент мы вполне можем подтянуть. Ну вот выше вы коснулись уже такой глобальной цели, да, всех вот этих преобразований, создания московских клубов, это в конечном итоге взращивание целой плеяды сильных игроков, да. И последнее время, вот этому вопросу, на мой взгляд, уделяют очень большое внимание на разных уровнях. Наверняка слышали, наверное, что в Алтайском крае с сентября хотят преподавать футбол на уроках физкультуры. Да. Ну, многие наши соотечественники, уж будем говорить откровенно, считают, что Россия – это не Англия, и такая идея, в принципе, она утопична. Вот что вы можете сказать? Соотечественникам я бы мог сказать то, что, ну, если мы не будем пробовать, конечно, мы Англией в плане футбола и не станем никогда, поэтому я только всегда с позитивом воспринимаю такие моменты, да, и это не важно то, что я в футбольной сфере нахожусь, да, вообще спорт, спорт – это гораздо лучше, нежели чем какие-то негативные моменты, асоциальные моменты, я бы сказал. Поэтому надо пробовать, надо экспериментировать, и это единственная наша возможность прогрессировать в футболе на мировой арене, и как бы надо начинать с себя, потом уже равняться на других. Поэтому в России тоже есть моменты, которые надо решать внутри страны. И в России может быть футбол. Естественно, он и есть, он и есть, просто некоторым нужно немножко скептиз свой подубрать, я считаю. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня с директором школы «Динамо Москва» Денисом Никипеловым мы разговаривали о том, как прошел для этой школы уходящий год. В нашем регионе открылась эта школа ровно как год. Еще раз спасибо вам большое и до свидания.